День Города У рязанцев только за прошлую неделю 4,5 млн рублей Всероссийская акция «Зеленая весна-2021» Больше ста саженцев дуба высадили сегодня в деревне Турлатова Вторжение динозавров и живые тропические бабочки В Рязани открылись сразу две уникальные выставки 49 новых случаев коронавирусной инфекции подтверждено в Рязанской области за минувшие сутки Сообщает федеральный оперштаб 28 апреля За весь период пандемии в регионе коронавирусом заболело 27 708 человек Из них 26 169 человек уже выздоровели Региональный оперштаб сообщил, что с 1 по 10 мая будут проводиться рейды Проверки сделают для контроля коронавирусных ограничений Отмечается, что внимание уделят работе торговых центров, общепита, вокзалов и общественного транспорта Стоит ли покупать дешевые товары и регистрировать свою карту на разных сайтах? Полицейские вновь обратились к жителям города и предостерегли от разных способов мошенничества За прошлую неделю, например, злоумышленники украли у рязанцев больше 4,5 тысяч рублей Сайты однодневки и дешевые товары На что только не идут мошенники, чтобы к ним на крючок попались ничего не подозревающие рязанцы Самым распространенным способом обмана по-прежнему считается звонок от якобы сотрудника безопасности банка Под предлогом уберечь счет от хакерской атаки Мошенники выманивают данные банковской карты Или убеждают перевести все сбережения на резервный счет Сотрудники банка никогда не просят предоставить данные Совершать какие-либо операции с картой или счетом А также сообщать пин-код или код безопасности В такую ловушку попадаются не только пенсионеры Скорее наоборот, те, кто должен предостерегать старшее поколение Сам может не отличить мошенника от сотрудника банка За прошлую рабочую неделю апреля в полицию поступило 11 обращений на таких мошенников Вторая схема применяется при покупке или продаже какого-либо товара На сайтах бесплатных объявлений люди пытаются купить товар со скидкой Либо значительно дешевле, чем в онлайн-магазинах В погоне за выгодой люди соглашаются внести предоплату После чего продавец перестает выходить на связь От такого рода мошенников пострадало два человека за прошлую неделю Точнее, двое обратились в полицию Самих пострадавших может быть куда больше Также два обращения поступило по поводу сайтов-однодневок Мошенники регистрируют несколько сайтов по продаже разного рода товаров И оставляют свои номера в разделе «Контакты» Потом остается только принять заявку от клиента Убедить нести предоплату и дело в шляпе Трубку мошенники больше не берут А чаще всего сим-карты просто выкидывают Сотрудники полиции в очередной раз напоминают гражданам Предупредите об уловках мошенников своих родных и близких Будьте хладнокровны Не поддавайтесь эмоциям Внимательность, взрывомыслие и бдительность Позволят вам избежать потери денежных средств Если же вы стали жертвой мошенников, то стоит обратиться в полицию Сделать это можно по телефону 02 со стационарного или 102-112 с мобильного Валерий Седов, телекомпания «Город» В случае ядерной атаки спускаемся под землю в бомбоубежище Сейчас для нас это звучит непривычно Однако еще 50 лет назад многие рязанцы были готовы к такому повороту событий Рязанские блогеры вновь открыли для себя очередную реликвию Подземное бомбоубежище на Московском шоссе Расположенное под ранее существовавшей кинокопировальной фабрикой Рота, газы, да, и все побежали в противогазах Друзья, заходим в еще один санузел Кто-то очень хотел стволить, это же дверь был Пойдемте Воды нет Друзья, здесь явно был пожар Противогазы отсюда не украли А их просто разбросали Какое-то, кажется, не себе и не людям Ну, отправляемся дальше Ну, какая-то лазеречка, но нам уже интересно, что он находится Мы обязательно сейчас туда полезем Поехали Что-то интересно Рязань вновь открылась не с парадной стороны, а из подземелья Рязанские блогеры спустились под уже не существующую кинокопировальную фабрику Которая была построена в 60-е Запущена в 75-м году и входила в пятерку лучших в постсоветском пространстве Даже сохранившаяся, друзья, сохранившаяся пленка с кинокопировальной фабрики Фрагменты пленки, которые когда-то проявлялись Наверное, так не будет видно Фильмы Да, размножали их здесь И вот часть этих пленочек осталась Фабрика развивалась до середины 90-х Выпускала большое количество кинопленки Пленки для видеокассет Но после 2003-го здание совсем опустело А первые этажи были сданы в аренду различным фирмам И в 2013 году подошла спецтехника по ремонту и обслуживанию различных зданий Строительных учреждений и прочего И начало плотно заниматься демонтажом зданий кинокопировальной фабрики Как Игорь Николаевич Канаев скажет, коровы языком слезала Но бомбоубежище сохранило свою историю Бомбоубежище под фабриками и производственными помещениями привычное дело для СССР После Великой Отечественной подземные бункеры были предназначены не только для защиты от минометного обстрела Но и на случай ядерной атаки В этом бомбоубежище, построенном в 60-х, остались памятки на случай войны и плакаты по гражданской обороне Это второй выход из бомбоубежища Потому что все мы знаем, что в любом бомбоубежище должно иметь как минимум два входа, два выхода для безопасности людей, которые в нем находятся Здесь опять же мы видим при входе фрагменты гермодвери металлической с сохранившимися пельками По мнению диггеров, это бомбоубежище могло бы сохранить жизни четырем сотням человек Одних кабинок для санузлов здесь около 70 штук Сохранилась часть лаборатории Сейчас тут разбросано по полу огромное количество противогазов и фильтров от них, бытовой мусор Также есть следы пребывания социальных личностей Основная часть мебели исчезла, как и металлические двери Вероятно, многое было вывезено на металлолом Одновременно с этим здесь прекрасно сохранился ремонт В помещениях, где хулиганы не устроили пожары, можно увидеть белые потолки Идеальную напольную плитку и крепкие стены На мой взгляд, эти бомбоубежище нужно использовать, если оно сохранилось, если оно действительно осталось, существует Их нужно использовать, если рядом находится жилой комплекс, то как бытовки, как подземный магазин, какой-то склад То есть это, наверное, самое лучшее предназначение для таких помещений Потому что погибать таким объектом не стоит Это все-таки площадь, а эта площадь, это квадратура А квадратура, она в наше время им несет какую-то ценность материальную, как правило Этот бункер можно использовать Он сохранил свою подземную составляющую на твердую четверку по педивальной шкале Так считают диггеры В советское время строили на совесть Однако многие рязанцы думали, что бомбоубежище исчезло, когда над ним начали возводить многоэтажки Мы сами видели, что оно действительно существует Что писали в прессе, когда строили новостройки, что бомбоубежище было замуровано, законсервировано, залитым бетоном, завалено и прочее На самом деле, это правда, еще один миг мы разгадали Будущие жители новостройок переживали, что в бомбоубежище будут вбиваться сваи Из-за подземных пустот дом будет идти по швам разрушаться Однако инженеры и проектировщики расположили высотки так, что бункер оказался сбоку от них, совершенно не влияя на сохранность домов В очередной раз, прикоснувшись к истории подземной Рязани, блогеры отметили, что такие экскурсии опасны, но очень интересны Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город» Касимов – уникальный город на берегу Аки Помимо того, что здесь пересеклись несколько культур, это один из очень немногих городов Центральной России, где сохранились постройки времен Ивана Грозного, изучение которых открывает совершенно новые страницы истории Еще в декабре прошлого года археологи из Казани прибыли в Касимов, чтобы изучить здание мечети XVI-XIX веков В скором времени этот памятник архитектуры будут реставрировать, и предпроектное изучение постройки позволило археологам и историкам сделать настоящее открытие Там крипто, а крипто – это подземная часть, где был захоронен сам хан Мавзолей построен в традициях не волжских, то есть если мечеть была ближе к волжским традициям, то сам мавзолей был построен все-таки ближе к северокавказским и крымским традициям Здесь хан и все, кто был там захоронен, они находились в подземной камере, на небольшом возвышении, видимо деревянные решетки, как пишет академик Палас И были обмотаны тканью, типа парчи, шелка, это в общем характерные крымские ханы, так гиреи захоронены Удалось выявить большие участки фундаментов исторических зданий, а мечеть предположительно датируется серединой 16 века В 18 веке ее значительно разобрали и виды изменили Значительное количество археологических и реставрационных шурпов дали возможность понять, где залегают фундаменты каких строений и 16 столетия, и 18 века Когда мы посещали Касимов по приглашению наших коллег, была проведена только полевая часть работы Стоит отметить, что памятников той эпохи в регионе осталось очень немного Несколько объектов в Рязанском Кремле и в Касимове Причем здесь сохранился минарет, мавзолей в хорошем состоянии Планирующаяся реставрация требует хорошего проекта, потому что здание, понятное дело, редчайшее Для того, чтобы понять, какие фундаменты по качеству, по системе своего сложения, необходимо было разрыть определенное количество грунта Поскольку грунт этот является культурным слоем, его изучали вначале археологи уже, потом реставраторы Белокаменная архитектура Касимова по оценке экспертов считается уникальной Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город» Больше ста саженцев дуба высадили сегодня в деревне Турлатова работники рязанской нефтеперерабатывающей компании Таким образом, нефтяники поддержали всероссийскую акцию «Зеленая весна-2021» Экологический проект – первый этап их новой масштабной программы благоустройства города Высота – метр, расстояние между рядами – полтора Эти дубы-двухлетки пусть и выглядят оранжерейно, но потенциально это самая настоящая дубовая роща Место выбрали не случайно На этой, можно сказать, подшефной территории уже стоят подарки от нефтезавода ФАП, игровая и спортивная площадки, отремонтированы школа и дом культуры Теперь будет еще один Разбили такую рощу и спортивные площадки Тут вот у нас еще будет многофункциональная площадка спортивная Так что все хорошо Большая благодарность генеральному директору Сергею Юрьевичу Михайлову, который обратил внимание и помощь нам оказывает Ну и, соответственно, нефтезаводу Значит, дай бог бы у других глав сельских поселений тоже были бы такие спонсоры Когда-то здесь были ели, но дубы, говорят, приживаются намного лучше Больше сотни саженцев нефтяники высадили в режиме коллективного субботника Аккуратно из горшка, в лунку и обязательный полив Пока что эти малыши требуют ухода и внимания У нас с поселком Турлатова история богатая, насыщенная всякими событиями Мы тут частенько проводим наши мероприятия по поддержанию и детских площадок, и территории в основном И поэтому решили не отступать от этого действия уже исторически сложившегося Подшифную территорию в Турлатово нефтяники сегодня не только озеленили, но и кое-где подкрасили Впрочем, только лишь этим селом программа благоустройства не ограничивается Впереди озеленение в Центральном парке культуры и отдыха В Комсомольском парке на новаторов, на Бульваре Победы и в Дашковой песочне Общая цифра высаженных деревьев от нефтяников в Рязани перевалит за 500 Максим Васильев, Михаил Азуткин, телекомпания «Город» В Рязани открылись сразу две уникальные выставки Вторжение динозавров и живые тропические бабочки Что интересного на них можно будет посмотреть, узнаем в следующем сюжете Один взмах крыльев и мир вокруг уже никогда не будет прежним Более 150 крылатых красавиц со всех уголков планеты перенесут вас в тропический рай Вот эта бабочка-павлиноглазка «Атлас» Она считается одной из самых крупных в мире Мне очень понравились бабочки Мне очень понравилась бабочка большой павлини-глаз Она очень большая и красивая Здесь больше всего понравилось, как бабочки летают С тремя глазками А это одна из самых ярких и красивых бабочек в мире – морфа Главный секрет ее красоты в особом строении чешуек Каждая из которых имеет форму линзы Из-за цветовых эффектов крылья бабочки имеют металлический блеск Который то усиливается, то гаснет Буквально зачаровывая посетителей Спасибо А какая больше всего бабочка понравилась? А золотая даже и черная Хотела бы изучить бабочек? Ну да, но увижу бабочку и узнаю, что за бабочка Всего на выставке больше 150 таких красавиц Это и коллега бабочка-сова, и парусник, и золотая птица-крылка А еще здесь можно увидеть настоящее чудо, как бабочки появляются на свет Какая-то нежность в ребенке просыпается к братьям нашим меньшим Очень трепетные отношения Это все-таки важно в формировании общей личности ребенка Конечно, мы шли за эмоциями сюда Пришли, вот уже, наверное, больше часа не можем уйти Потому что что-то на себя новое открываем Помимо живых тропических бабочек В зале напротив работает интерактивная выставка Вторжение динозавров Оживших обитателей юрского периода здесь 20 На некоторых из них можно даже прокатиться Несмотря на их грозный рык А еще для детей здесь создано немало аттракционов Каждый здесь найдет развлечение на свой вкус Кубы и американские горки Кубы, потому что там надо всегда мечами резать А американские горки, потому что это как праздник кататься Мне очень понравились динозавры Я наконец-то увидела их вживую И теперь знаю, как они называются В школе пригодится У меня внучка учится во втором классе Ей очень нравится Я вообще в восторге Я думаю, что это как бы и взрослым И детям Ну, взрослым интересно А детям интересно, наверное, вдвойне Выставки «Живые тропические бабочки» И вторжение динозавров Будут работать в торговом центре «Премьер» До 16 мая С 11 утра до 8 часов вечера И на сегодня это все Еще больше информации смотрите на нашем сайте город62.tv Всего хорошего и до встречи в эфире Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова